Вы хотите организовать работу удаленщиков по принципу ZTNA. Для этого на компьютеры распространяются агенты Garmin Endpoint. Блэды и политики настраиваются в соответствии с требованиями, проводятся необходимые тесты и остается лишь ограничить подключение стендалон-клиентам к вашему VPN-шлюзу. Но как же это можно сделать? Всем привет, меня зовут Дудин Сергей, я сертифицированный инженер в системном интеграторе T-Solution, а также преподаватель в учебном центре NTC. Сегодня расскажу вам, как можно ограничить VPN-подключение к шлюзу чекпоинт с недоверенных устройств. Давайте для начала вообще разберем, какие VPN-клиенты есть у чекпоинта. Переходим на Endpoint Security Homepage и давайте выберем какой-нибудь релиз клиента. Пролистаем чуть ниже и видим здесь два раздела Endpoint Security Client и Standalone Client. Раскроем описание Endpoint Security клиента и сразу видим словосочетание Garmin Endpoint. Можно сделать вывод, что Endpoint Security клиент это и есть агент Garmin Endpoint, основной задачей которого является защита конечной точки. Переходим к Standalone клиенту и здесь видим Remote Access VPN. Но все потому, что главной задачей Standalone клиента является лишь организация VPN-туннеля и функционалом защиты конечной точки он не обладает. В свою очередь Standalone клиент делится еще на три типа. Это Checkpoint Mobile, Endpoint Security VPN и Secure Remote. На одном из них можно даже настроить хостовой firewall, но подробнее об этом в другом нашем курсе. Ну и для закрепления давайте посмотрим на них наглядно. Сейчас на экране Standalone клиент. У нас есть возможность ввести логин, пароль и адрес VPN сайта для подключения. На этом все. В случае же с Garmin Endpoint нам доступны проверки compliance, антималварь, антибот, антишифровальщик и многое-многое другое. VPN клиент здесь является лишь дополнением и внешне, кстати, он ничем не отличается от Standalone клиента. Открываем смарт-консоль. Два раза кликаем на нашу из чекпоинта, на котором активирован VPN. Видим вкладку VPN Clients. Собственно, эта настройка и позволяет нам выбрать только те типы клиентов, которым будет разрешено подключение к нашему VPN-шлюзу. Но среди них нет Garmin Endpoint. Как же разрешить подключение только агентам Garmin? Наверное, кто-то из вас сейчас подумал, почему просто не убрать вообще все галки и лишить возможности подключения всех Standalone клиентов. Но тут спешу расстроить. В таком случае VPN-подключение пропадет и для агентов Garmin Endpoint. По итогу мы с вами получаем следующую ситуацию. Чтобы разрешить VPN-подключение агентам Garmin Endpoint, мы вынуждены активировать чекпоинт Endpoint Security VPN. Но активировав данный чекпоинт, мы также разрешаем подключаться и Standalone клиенту, тем самым нарушая принцип ZTNA. Какой-то замкнутый круг. Как же побороть такое недоразумение? Ну, начну издалека. Есть у чекпоинта такой инструмент, как ACV. Secure Configuration Verification. ACV использует проверки, так называемые ACV-чекс, которые вы настраиваете на менеджмент сервере. Далее эти настройки доходят до VPN-шлюза, а VPN-шлюз, в свою очередь, выполняет эти проверки на удаленном клиенте, когда он пытается подключиться к шлюзу по VPN. С помощью ACV-чекс вы можете проверить, запущен ли определенный процесс на компьютере удаленщика, активен ли на нем антивирус, проверить принадлежность к домену. Ну и самое важное для нас, мы можем проверить значение ключа в реестре. Если клиент проходит все проверки ACV, то и подключение по VPN ему разрешается, иначе подключение будет запрещено. Важное уточнение. Проверки мы можем выполнять только на компьютерах Windows и не для всех типов VPN-клиентов. Виндовый компьютер, на котором установлен агент Гармони Инпоинт, обладает специфичным ключом в реестре с определенным значением, который отличает его от всех других стендалон-клиентов. Думаю, у многих из вас уже сложился пазл нашего решения. Мы настраиваем ACV-чек на проверку нужного нам значения ключа в реестре. При подключении данную проверку смогут пройти только агенты Гармони Индпоинт, что обеспечит им VPN-подключение и защитит нас от подключения стендалон-клиентов. Достаточно теории. Давайте будем переходить непосредственно уже к самой настройке. В данном видео я не буду глубоко погружаться в техническую часть, я просто покажу вам последовательность действий, которая приведет к поставленной цели. Ссылки на необходимую документацию будут указаны в описании к видео. Переходим в Smart Console. Далее открываем Global Properties, выбираем Remote Access и далее ACV. Активируем первый чекбокс и давайте убедимся, что во втором пункте выбран именно блок Cleanance Connections. ACV не будет работать без Desktop Policy, поэтому открываем соорудование нашего VPN-шлюза, активируем на нем Policy Server. Далее в дереве настроек выбираем Other и переходим в Legacy Authentication. Для пункта Policy Server можно оставить All Users, я же выберу конкретную группу моих удаленных пользователей. Далее переходим в политику, которая будет распространяться на наш VPN-шлюз. Убедитесь, что в политике есть правило для ваших удаленщиков, которое в столбце VPN содержит Remote Access VPN Community. Кликаем правой кнопкой мыши на нашу политику и переходим в настройки. Активируем здесь Desktop Policy, жмем ОК. Далее переходим на Desktop, после чего у нас открывается дэшборд. Выбираем Desktop Policy. Для Inbound и Outbound правил в нашем сценарии достаточно сделать просто правило Any Any Accept. Так и поступим. После этого жмем дискету, сохраняем все наши изменения и закрываем дэшборд. Далее открываем SSH Dual Management сервера и делаем копию текущего файла, который хранит себе настройки ACV. Через V открываем файл fvdir.conf.local.acv, ищем здесь раздел RegMonitor. Здесь уже прописана дефолтная проверка, я ее удалю и вставлю собственную. Синтаксис также будет указан в описании к ролику. Здесь все просто. Мы указываем строгое условие, что ключ реестра должен соответствовать указанному значению. При нарушении этого условия генерируется лог, а также пользователь получает уведомление с указанным текстом. Дальше ищем раздел ACV Policy и указываем здесь RegMonitor. Чуть ниже ищем строчку Disconnect when not verified. Думаю, тут все понятно из названия. Настройка позволяет отключать недоверенных клиентов. Поэтому меняем здесь False на True и сохраняем файл. Возвращаемся в Smart Console и ставим Access Policy и Desktop Policy на наш VPN-шлюс. Осталось протестировать. Давайте сперва проверим подключение со Standalone клиента. При подключении видим сообщение о нарушении политики ACV. Можем посмотреть подробнее. Переходим в Compliance Alerts. Причем, если посмотреть статус VPN, мы видим, что первое подключение прошло успешно. Но спустя пару секунд подключение автоматически дисконнектится. Все дальнейшие попытки подключения будут неуспешными. Именно из-за нарушения политики ACV. А вот такой лог по данному инциденту вы сможете найти в Smart Console. Но, как мы помним, ACV работает только на виндовых машинах. Как же быть с несоппортными операционными системами? Я предлагаю разобраться на примере Mac OSI. Начнем со Standalone клиента. При дефолтных настройках трафик с клиентов, которые не поддерживают с ACV, должен дропаться нашим VPN-шлюзом. Подключаемся и сначала видим печальный результат. Со Standalone клиента прошло успешное VPN-подключение и дропаться оно не собирается. Но есть и хорошие новости. При попытке достучаться к каким-либо внутренним ресурсам, у нас ничего не получается. И причина для этого не наши неправильные настройки, а именно политика ACV. Если мы обратимся к логам в Smart Console, то увидим вот такие дропы. Дропы именно по ACV. Что мы получаем в итоге? Подключение со Standalone клиента происходит успешно, но вот трафик от него уже дропается нашим VPN-шлюзом. Нас такой результат в принципе устраивает. Теперь давайте проверим агента Гармони Эндпоинт. Подключаемся, проверяем доступы и все работает. На первый взгляд выглядит странно, ведь агент же на Mac OSI и ACV не должен пропускать от него трафик. Но если открыть документацию, все становится на свои места. Для агентов Гармони Эндпоинт можно выбирать, какая из проверок при подключении по VPN приоритетнее. Проверка ACV или же проверки собственного Blade Compliance. И для агентов на Mac OSI проверки Blade On Compliance приоритетнее по дефолту. Поэтому мы смогли получить доступ к нашим внутренним ресурсам. Таким образом мы с вами ограничили подключение недоверенных VPN-клиентов к шлюзу Checkpoint. И я надеюсь, этот урок был полезным для вас. А если остались какие-то вопросы или же есть предложения, пишите в комментариях или же мне на почту. Она будет где-то здесь на экране. Следите за новостями мира кибербезопасности вместе с нами. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok